Здравствуйте! Вы на канале FamilyEase и с вами Оксана Хмель. Сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме, как страх измены. Страх измены — это один из самых распространённых страхов в отношении. Давайте разберёмся, в чём корни такого страха и что можно было бы с этим сделать. Важно отличать понятия страх измены, ревность или просто общее недоверие партнёру. Это немножко разные понятия. Также ещё есть страх одиночества. Часто люди путают понятия ревности, измены, страха одиночества или просто недоверие партнёру. Но это немного разные понятия. Если вы часто ревнуете своего партнёра, то, скорее всего, всё-таки речь идёт о чувстве ревности. И иногда чувство ревности бывает патологическим. Об этом есть отдельное видео на канале FamilyEase, и вы можете его посмотреть. Также стоит различать общее недоверие партнёру или страх одиночества. Например, если вы боитесь больше остаться одна, чем самого факта измены, то, скорее всего, это речь идёт о чувстве одиночества. И страхе одиночества. И об этом тоже есть отдельное видео на канале FamilyEase. Вы можете его посмотреть и разобраться с этой темой более подробно. Давайте разберём самые основные причины страха измен. И перед тем, как их разбирать, я хотела бы снова обратить внимание, что об этом стоит говорить только тогда, когда вы постоянно думаете о том, что ваш партнёр вам изменяет, но при этом никаких видимых причин и доказательств этому нет. Тогда мы имеем дело именно со страхом навязчивым измены. Вспомните, пожалуйста, когда у вас возник этот страх в первый раз. И с каким обстоятельством или с каким событием он может быть связан. Может быть, это ваш личный опыт, в вашей истории случалась измена, и вы переживали этот стресс. Возможно, это опыт, который вы наблюдали, когда вы росли в своей родительской семье, и, например, родители расстались из-за того, что случилась измена. В любом случае, и в первом, и во втором варианте это может быть достаточно серьёзной психологической травмой, потому что сам по себе такой факт измены, это событие, оно очень стрессовое для человека. И, соответственно, если у вас есть такой опыт в вашей истории, то, скорее всего, могут быть навязчивые мысли и опасения, что этот опыт снова повторится. Даже существует поговорка «если я обжёгся на молоке, дую потом на воду». Вот о том, что если у нас уже запечатлевается такой опыт, то мы будем опасаться его повторения. И наверняка те из вас, кто переживал этот опыт, знают, насколько это больно и как глубоко ранит такое событие. И даже спустя время, может быть, воспоминания забываются, но всё равно остаётся глубокий след, который всё время напоминает о том, как это было больно и как было сложно с этим справляться. И самое неприятное в этом опыте то, что в результате него у человека может сформироваться негативная мысль о себе, которая может повторяться в его голове или неосознанно как фон звучать и влиять на его поведение. Таким образом, что сценарий измены действительно может стать возможным для этого человека и снова может повториться. Поэтому в данном случае очень важно обрести устойчивость, внутреннюю стабильность. И часто самостоятельно это сделать просто невозможно, потому что человек просто затоплен буквально чувствами. И нужен человек со стороны, который может помочь увидеть это, поможет выйти из этой сложной ситуации. У психологов есть масса инструментов, которые помогают поменять эту мысль о себе и переработать этот опыт. И одним из самых эффективных методов для такого рода случаев является ЕМДР-терапия. Ещё одной из распространённых причин, почему страх измены возникает, усугубляется и может превратиться в такой навязчивый страх, это заниженная самооценка женщины. И сейчас я немножко расскажу, что можно было бы с этим сделать и как можно на это воздействовать. В нашем представлении себя существует некий идеальный образ себя, то есть такая картинка, которой мы хотим соответствовать. Это может касаться как физических каких-то данных наших, внешности. Это может касаться каких-то черт характера, качества, навыков, которыми мы хотим обладать. Может быть даже какие-то социальные роли, которые мы хотим играть в социуме. И, как правило, там очень высокие требования к себе. Но в то же время у нас есть ещё «я реальная» — это то, какой, какая я есть на данный момент времени, что я себя представляю. И чем больше разрыв между этим образом себя идеальным и той, какой я есть или какая я есть, тем ниже самооценка может быть. Для того, чтобы это исправить, можете попробовать для начала разобраться с этим своим образом, идеальным себя и реальным. И попробовать делать действия, которые сократят этот разрыв, соответственно, повлияют на вашу самооценку, на уверенность в себе и в целом на ваше самоощущение более позитивное. Я когда-то давала уже это упражнение и снова повторюсь, оно действительно эффективное. Разделите лист на две колонки и в первой колонке опишите, как выглядит ваш идеальный образ самого себя или самой себя. Что туда входит? Начинайте с ваших внешних данных, каких-то физических показателей, как вам хотелось бы выглядеть, сколько бы хотелось весить и так далее. То есть все показатели, какие там у вас существуют. Далее вы пишите свои черты характера, возможно, которыми хотелось бы обладать, навыки, которые хотелось бы наработать, может быть, что-то про вашу самореализацию. И это посмотреть на этот идеальный образ себя, какие у вас там требования к себе на данный момент времени есть. И, соответственно, во второй колонке вы пишите, какой вот образ реальный сейчас мой на данный момент времени. Это точно так же касается ваших физических данных, внешности, навыков, характера и так далее. После этого очень важно проанализировать каждый пункт, посмотреть, в чем есть различия между этими двумя колонками. И ответить честно себе на вопрос, напротив каждого пункта в колонке я идеальная, мой идеальный образ. Зачем мне это нужно? Действительно ли мне это нужно? Или я где-то, возможно, когда-то решила или решил, что мне это нужно, и вот вписал в этот образ идеального себя, и теперь вот это причиняет какие-то страдания внутренние? Когда вы не найдете ответа на вопрос, зачем, скорее всего, стоит отказаться от этого требования к себе. И тем самым вы уже сократите разрыв между «я реальная» и «я идеальная». Если же вы найдете действительно, что вам это необходимо, то, что вы хотите для себя, да, то есть касается ли это внешности или ваших каких-то проявлений или вашей самореализации, то здесь стоит просто выписать, какие действия необходимо сделать для того, чтобы сократить этот разрыв и получить то, чего вам хочется. А дальше просто эти действия вы можете переложить в план, который вам, допустим, предстоит выполнить в ближайшее время. Таким образом вы убиваете двух зайцев одновременно. С одной стороны, вы, во-первых, видите реальную картину себя самой или себя самого, да, понимаете, что вам нужно сделать для того, чтобы вы себя лучше чувствовали, и у вас будет конкретный план, как туда попасть, как попасть к этому образу идеальной себя. Чем меньше будет этот разрыв, тем крепче будет ваша самооценка, тем лучше вы себя будете чувствовать, и тем меньше вас будет мучить страх измены. Еще одна тоже распространенная причина, почему мучает страх измены, это стереотипы, которые бытуют в нашем обществе. Наверняка вы замечали, что есть много фильмов, книг с сюжетами о том, как мужчины изменяют, уходят, и это, знаете, все равно так или иначе влияет на нас, и что действительно это может случиться. Если вы замечаете за собой, что вы действительно считаете, что да, все мужчины изменяют, и какая бы замечательная женщина ни была, все равно закончатся все измены, то, скорее всего, вы стали заложником этого стереотипа. Предлагаю для себя разобраться, где вы этому научились, где вы это услышали, от кого. Возможно, вы видели это в семье, соседке, или, может быть, даже было это в вашей родительской семье, все закончилось хорошо, но мама, пережив этот стресс, продолжала транслировать, что вот все мужчины изменяют. Часто бывает так, что мы просто заимствуем эти убеждения, и не разбираясь в детстве, правда это или неправда, еще нет у нас возможности отличить это ложь от правды. Просто принимаем это на чистую веру и идем с этим по жизни. Постарайтесь просто отделить установки, которые принадлежат родителям, или тому окружению, в котором вы росли и слышали, откуда эти установки, от своих собственных. Действительно ли вы так считаете? Есть ли в вашем личном опыте подобные подтверждения? И попробуйте найти обратные факты в вашем окружении, которые говорят о том, что на самом деле не все мужчины изменяют, и действительно есть достаточно много подтверждений хороших, крепких союзов и пар, где мужчины заботятся о своих женщинах, и они живут долго и счастливо. Ну и, конечно, я обязательно должна сказать вам о таком важном пункте, как если страх измены зависит уже непосредственно от самого партнера, чья, к сожалению, страхи бывают как необоснованные, так и имеющие рациональное зерно в своем происхождении. И когда мужчина, например, позволяет себе откровенно флиртовать с другими женщинами в присутствии своей партнерши, может быть, даже допускать какие-то сальные шуточки с полунамеком, с сексуальным подтекстом, то, конечно, это может влиять таким образом на женщину, что она рано или поздно начнет его подозревать и опасаться, что он мне точно изменяет. Еще тоже распространенная в быту вещь, которая встречается в отношениях, когда партнер, мужчина, может как будто бы в шутку немного так манипулировать женщиной, пытаться и говорить ей о том, что если ты этого не сделаешь, я уйду. Причем это может быть в шутку звучать, вроде как и несерьезно, но на самом деле женщина может это воспринять как то, что стоит начать опасаться, и это может серьезно подточить ее самооценку. Особенно если это касается каких-то ультиматумов, например, если ты не похудеешь, я уйду, или если ты не пойдешь на работу, я уйду, или что-то в этом роде. Тут, конечно, очень важно поговорить с партнером о том, что вам неприятны такие шутки, вам неприятны это отношение. Объясните, что вы чувствуете в этот момент. Иногда разговор решают очень много, и это просто можно прекратить обычной договоренностью объяснению у партнера, что вам это неприятно. Если же все-таки разговор не привел ни к чему, никаких изменений не последовало, то стоит задуматься, нужны ли вам такие отношения и для чего они вам нужны, почему вы цепляетесь за эти отношения, разрешаете себе так к себе относиться, и что, может быть, мешает вам строить гармоничные отношения. И теперь давайте поговорим, что можно было бы сделать с этим страхом измены, навязчивым страхом измены. Как я уже говорила ранее, если есть какие-то глубокие причины, я все-таки рекомендовала бы обращаться к специалисту, к психологу. Но вы можете начать внутреннюю работу самостоятельно. Например, одна из техник называется погружение в страх, когда вы начинаете более честно смотреть на то, что действительно, допустим, у меня есть этот страх, признать себе, что есть он, как ни крути, и рассмотреть его более подробно. Каким образом? Просто начать его раскручивать, что будет, если мне изменит мой партнер, как я буду себя вести, что я буду делать, то есть простроить такую дорожку, как будто бы в будущем, как я буду с этим справляться, как я буду жить. И в результате этой истории, которую вы сами себе там либо напишите, либо просто продумаете в уме, вы увидите, что вы все равно можете с этим справиться. Мы боимся всего того, что мы не можем контролировать. И когда вы для себя прорисуете хотя бы в уме, как бы вы могли с этим справиться, скорее всего, страх станет меньше. Более того, бытует такое мнение, что если мы начинаем прям вот так пристально смотреть на этот страх, описывать его, проговаривать, можно там рисовать и другие есть еще способы, как с ним взаимодействовать. Но в любом случае контактировать с этим страхом, тем меньше он становится. И говорят, что даже если просто проговорить этот страх и как-то его описать, он уменьшается уже на 30%. Можете попробовать на себе это сделать и отметить, поможет вам эта техника или нет. И в продолжение этой темы еще одна техника для вас. Я тоже ее когда-то уже назвала. Называется она «Письмо страху». Вы можете просто посмотреть в интернете «Письмо страху» и, скорее всего, вы найдете там много информации об этом и посмотреть, как оно пишется. Но его суть заключается в том, что вы снова-таки вступаете в контакт со своим страхом. То есть вы как будто бы пишете ему письмо, словно это какой-то живой человек. И общаетесь с ним. А вторая часть этого письма, она как будто бы от этого человека страха вам в ответ. Можете посмотреть, как это более подробно делается, но это тоже очень хорошо работает на снижение страха. Надеюсь, все мои рекомендации будут вам полезны и помогут вам изменить эмоциональное состояние. И я желаю вам крепких, счастливых отношений. С вами была Оксана Хмель. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok